Париж Планируете ли вы еще вернуться к нам? Обязательно Ну в Париж нельзя один раз Приехать и уехать и забыть Нам известно, что вы занимаетесь Очень часто, очень много Общественной работой И в частности благотворительными проектами Можете сказать, что вас побуждает? Ну я не знаю что У нас просто так Я не знаю В сознании что ли заложено Вот я в детстве В глухой, далекой деревеньке Вырос в Сибири Где люди все друг другу помогали И меня вот очень порадовал ваш клуб Шанс, где помогают детям Это очень-очень приятно И что интересно Мне это напомнило Вот Наши пионерские лагеря Которые существовали Вот при советской власти Забота о детях Вывести их Из, как говорится Душноты городской Куда-то за город На природу Проводить с ними экскурсии Лекции Какие-то занятия интересные Вот это Прекрасно И еще радостнее Что этим занимаются Мои соотечественники Вы поддержали проект Строительство духовно-культурного центра В Сергиевом посаде Которым возглавляет Отец Николай Настоятель Храма Казанской иконы Божьей Матери Этот проект Он взял полностью На себя То есть он не является Пока что Государственным Цель такова Чтобы возвести Комплекс Училища музыкальный Минифедора Шаляпина Детский дом Вы так же Как и наша ассоциация Причастны Сопричастны К этому проекту Может вас что-то связывает Я очень рад Что меня когда пригласили Во-первых Выступить перед детьми С большими недостатками Глухонемые дети Плохослышащие дети И ну Редко их Как говорится Куда-то можно будет Выводить Вывозить Детишки Пусть не все увидят Но они услышат Шум Европы Шум Парижа Вы представляете Для них это столько впечатлений А что такое Яркое впечатление Для ребенка Это Такое Стрессовое состояние Для Какого-то подвижничества Для какой-то реакции Для активности в жизни Это очень положительный результат Мы решили устраивать Такие Благотворительные концерты Платные концерты А сборы От этих концертов Перечислять Вот на Воздвижение храма Мечта в будущем Вообще Обмениваться Музыкальными Школами Музыкально обучаемых Детишек Привозить в Россию А из России Привозить во Францию Такой творческий обмен Личная идея Я думаю Что наша ассоциация Подключится к этому проекту К этой идее Это было бы интересно Мне кажется Это будет интересно Недавно у нас Прошел конкурс Который назывался Украина-Россия Симфония мира В нашей ассоциации Есть французы Есть русские Есть украинцы Нам очень хотелось Поддержать Друг друга Поддержать Нашу дружбу В связи со всеми событиями И мы получили рисунки Это был фотоконкурс Мы получили фотографии Рисунки С разных стран мира Которые отображают Ситуацию за мир Ребенок на Украине Который прячется В подвале От разрывов Снарядов Ну что он может нарисовать Что он может Оставить в душе От увиденного Это трагедия Конечно Печаль-то в чем Политика политикой Но когда политики Увлекаются Или борьбой за власть Или за Диктатуру своих Как говорится Там Каких-то Постановлений Решения Они забывают о детях Вот это страшно Потому что Дети-то ни при чем Дети должны видеть В мир Все-таки радостно Во многих городах В России Художественные детские школы И очень хорошие В Москве Например Несколько школ И очень интересно Ежегодно проводятся Выставки Но привлекать Из других стран Это опять же Все упирается В средства Представляете Без взаимодействия Этого не получится Если начнет Одна сторона Без поддержки Без согласования С другой стороной Это все может Уйти в песок Понимаете Тут взаимосвязь нужна Поэтому Встречные движения Должны быть И со стороны Например Французской И с российской стороны Александр Васильевич Мы вам желаем Всех творческих успехов Ой, спасибо Мы вас очень ждем Возвращайтесь к нам Спасибо Скоро назад И мы хотели бы Вручить вам Такой пионерский значок Ассоциации Клуб Шанс Да Посвятить вас Пионеры Наши ассоциации Да Что обозначает Вы сегодня стали Почетным членом Ассоциации Клуб Шанс Спасибо вам большое За ваш приезд И до скорых встреч Спасибо Спасибо Спасибо